Всем привет! С вами художник Степан Каширин. Пишут мне разные сообщения, разные письма. Кому-то не нравится видео по истории, кому-то нравится. Но сегодня тема ролика такая. Почему я ее решил записать? Потому что мне понравилось очень сообщение одного молодого человека. А написал он такой смешной вопрос. Действительно смешной. Но с другой стороны и философский. Написал так, что вы же вроде художник. С какого Макара ролики по истории? Вот хочу в этом видео растолковать. Какого из какого Макара? Есть у меня такая... Ну, у каждого, во-первых, свое хобби. А во-вторых, я считаю, что у меня есть неплохое хобби. Привычка такая у меня есть. Скажу откровенно. Каждый день в обязательном порядке, как бы я не был занят, я уделяю несколько минут на то, чтобы узнать что-нибудь новое. То есть, вот есть люди, например, они читают Шекспира или, ну, какие-нибудь стихи учат, там, одно четверостишье в день, но обязательно. Я пытаюсь узнать что-то новое. Человек не может знать всего, даже в какой-нибудь узкой области. А история – это область широкая. То есть, допустим, я беру карту метро. Ну, я живу в своем городе, у меня есть метро. Вы, допустим, берете карту, у вас метро нет, но у вас есть улицы. Вы этот город хорошо знаете. Что вы можете сказать? Вот вы смотрите, допустим, вот улица такая. Ну да, вы знаете, где она находится, вы знаете, как она называется. Но знания у вас в этом плане узкие. То есть, в общих чертах вы знаете. И вы не можете сказать, что вы знаете все об этой улице на 100%. Вы берете информацию, начинаете изучать историю этой улицы. Что там было тысячи лет назад, что там было 500 лет назад. Ну и, естественно, если вам удается эту информацию отыскать. Вот. И также вы берете любое известное вам место, какое-то, ну, место, область, неважно. И вы можете узнать для себя то, чего вы никогда не знали. Хотя вы считали, что вы знаете все. Я люблю постоянно узнавать что-то новое. А могу еще так ответить? У меня есть один священник, один знакомый священник. Я не буду называть его фамилию, потому что он главный человек в одном известном московском монастыре. Вот. Так вот, просто хочу привести пример. Вы его по телевизору часто видите. У него дети. И у него есть один сын. Так вот, когда сыну было, ну, он был школьником еще, у него сын. И его отец заставлял учить математику. А математику он просто ненавидел. И он ему как-то сказал. Он говорит, папа, говорит, слушай, я, говорит, хочу стать священником. Зачем ты меня заставляешь учить эту проклятую математику? Ну, ненавижу я ее. А он ему ответил, отец ему ответил, что да, говорит, математика тебе не нужна. Математикам ты не будешь. Она тебе действительно не нужна. Зачем ты ее учишь? Зачем я тебя заставляю? А потому что нужно, чтобы твои мозги работали и развивались. То есть, для тренировки мозгов. Так вот, к чему я этот пример привел. Чтобы развиваться, нужно что-то делать. Потому что если вы достигли в профессии чего-то, ну, какого-то уровня, дальше вы не идете. У вас развитие закончилось, у вас идет только бытовуха, махровая бытовуха. Дом, магазин, проблемы, работа. Ну, то есть, идет рутина одно и то же. Это просто быт, но не развитие. Если вы ходите куда-то, учитесь, это развитие. Если у вас нету обучения, в любом возрасте, неважно, там вам 50 лет, 30 лет, 80 лет. Так вот, чтобы тренировать мозги, нужно что-то придумать для этого. Нужно чему-то учиться. Если вы ничему не обучаетесь, не учитесь, то нужно что-то такое выдумать, что вам в этом плане поможет. Ну, самое главное, чтобы это вам нравилось. Вот мне история нравится, поэтому я историей занимаюсь. Раньше я писал стихи, но что касается стихов, то тут вопрос более серьезный. Раньше, когда я был такой, я думаю, вы все прошли этот период, когда вы во что-то верили, вы были, естественно, наивны, у вас не было опыта, у вас не было достаточной информации. Проще говоря, вы были наивны. И в один прекрасный момент у каждого человека что-то в жизни такое серьезное случается, что заставляет его думать по-другому. Ну, то есть происходит такой моральный удар, после которого человек разочаровывается. Кто-то разочаровывается очень сильно, кто-то разочаровывается, но продолжает бороться. Это не важно. Важно, что вы разочаровываетесь. Так вот, удары эти бывают разные силы. У меня удар был. Были в жизни проблемы очень серьезные, и удар был настолько сильным, разочарования были, целый ряд разочарований был, настолько сильный, что я... На меня это повлияло негативно, в том плане, что я перестал писать стихи. То есть вот я их не хочу писать. Это нехорошо. Это нехорошо. То есть это такое отчаяние, но произошло, так произошло. Заставлять себя писать стихи нельзя, потому что это все-таки должно идти от души. Писал я их много лет, где-то с 7 лет до 35, наверное, лет я их писал, стихи. Трудно мне было, хорошо мне было, плохо было, но я их писал. Потом произошел удар такой моральный, что писать я их перестал. После того, как мое хобби поэзия от меня ушла, муза от меня ушла, можно сказать, вместе с поэзией, нужно это место чем-то занять, чтобы не депрессировать. Потому что получается так, что у меня только работа и домашние дела. родственники там, бытовые вопросы, бытовые проблемы и все. То есть обычная, рутинная жизнь. Нужно было вот эту нишу чем-то занять. Для того, чтобы и отвлекаться от повседневного быта, и как-то развивать голову, развивать мозги. Для этого я нашел такой вот путь. То есть читать, выискивать и читать какие-то исторические факты. Вот. Но поскольку это интересно не только мне, но и как выяснилось моим друзьям и даже незнакомых и даже незнакомым людям, то я стал это все пробовать, выкладывать в свой видеоблог. В YouTube. Вот такое вот коротенькое это видео. Ответ на вопрос какого Макара вдруг история. Ну, собственно, никакого. Собственно, просто мое хобби. Нравится? Пожалуйста, смотрите. Не нравится? Пожалуйста, смотрите то, что вам по душе. Следующее видео будет тематическое по истории района, который мне подсказал один мой друг. Мой школьный друг. Так что до новых встреч, до следующего видео, следующее видео будет первого числа следующего месяца. С вами был художник Степан Кашир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова